Почему во Владикавказе нет такой интересной политической жизни? Это у вас, у Владикавказцев спрашивать надо. Вот это предъява какая. У вас, у Владикавказцев спрашивают. Я тут так в гости заезжаю. Ну, тут избрали главой администрации, заместителя Бориса Албекова, Тамерлана Фарниева. И меня очень много в Инстаграме, в Ютьюбе спрашивали, как ты относишься к тому, что Албеков ушел, его назначили. У меня, я как бы хотел сказать, что ну давайте посмотрим, как поработает, как что, ну вот такие общие слова, и не грамма негатива. Но после того, как я услышал, что мы будем набережную города, будем устанавливать кафешки, или как там было, да, да, да. Да, устанавливать кафешки, и торговые точки, ну меня чуть этот Кондратья не хватило. Полностью преобразить русло Терека, чтобы Терек, это как бы наша изюминка. Мы разрабатываем новый генплан города, там это будет все отражено, уже есть черновые работы, и полностью набережная с двух сторон будет переведена в зону, в которой возможно строительство магазинчиков, кафешек, все тут, которое позволяет для наших жителей с удовольствием прогуливаться и пользоваться всем этим. Поэтому это немалые деньги, это деньги, я думаю, большие. Ну, понимаешь, в какой-то момент, идя от мечети по мосту кладки в сторону парка, такое ощущение, что ты оказался в торговом центре на третьем этаже, где фудкорнер, понимаешь? То есть подносы забирают, ну, я ничего против не имею, вот уличной еды, как бы нормально, но в такой дикой концентрации. Я сейчас представляю, может они лотки у мечети откроют, я не знаю, еще, уй, сыпливо там, сосисочки жарить будут. Может, я опять не прав, я просто... Ну, по-моему, кстати, Битаров один раз что-то выступал с такой же какой-то инициативой в парке. Он в парке говорил, вот на острове надо ресторан сделать. Ага. Ну, не знаю, почему-то у нас в экономике Владикавказа какой-то очень сильный крен в сторону общепита. Мне трудно сказать, почему это так. В Махачкале тоже такая история. Да? Да, там прям общепит на достойном уровне. Ну, я не знаю, это надо, наверное, какое-то исследование проводить на эту тему. Что касается общепитов на набережной, ну, я не знаю, в Владикавказе просто не так много прогулочных зон, а это главная прогулочная зона. Вот сейчас чуть-чуть, так сказать, привели в божеский вид территорию перед гостиницей Владикавказа, и сразу туда потянулся весь город, и по вечерам это главная зона для прогулок в городе, наверное, уже. Потому что нет в городе, особенно в таких... Ну, нет, но есть проспект, и это как бы такой единый кластер, так скажем. Ты идешь по проспекту, сворачиваешь туда, там, уходишь. Да. Но в целом, и сам проспект, можно из него сделать какой-то там и парк, и там оба берега. Сделать это какой-то одной большой прогулочной зоной, которая может доходить и до планетария, и дальше. Что мешает этому сделать, не знаю. Может быть, потому что это требует вложения большого количества денег, а отобьется это непонятно как. Хотя, если будет создан... Ну, есть же такой эффект, да, там, в градостроительстве, то, что если создается какая-то инфраструктура в какой-то зоне, то рано или поздно там начинает повышаться... Экономическая активность. Да, экономическая активность, повышается цена же на жилье и так далее. Ну, слушай, у нас такими категориями никто не думает. У нас, во-первых, цены на жилье оторваны от реальности. Во-вторых, никто не думает... Вот у нас меньше всего думают о инфраструктуре. Вот ровно настолько, сколько часто упоминают это слово, ровно настолько же не думают об этом. Потому что... Да, да, я понимаю. Ну, у нас цены на жилье во многом формируются за счет того, что не умеют делать сложные схемы вывода денег из республики. И поэтому им приходится вкладываться здесь в недвижимость. Батрас сейчас умными словами сказал простую вещь, что остинские коррупционеры слишком тупые, чтобы выводить деньги в офшоры, и они покупают квартиры. Ну, я просто, чтобы сложного вам не было, я вот поясню. Потому что вот это твой язык, эзопов, да? Скажи прямо. Если Форниева попрекали дружбой с Зантьевым, ну, я считаю, это несправедливым, потому что люди могут с кем хочешь дружить, а потом человек вдруг оказался преступником. Вот недавно же профессор был, профессор истории, а вдруг маньяк оказался, женщине руки отрубил. Ну, люди же не знали. Голову отрубил. И голову отрубил, да. Но, когда человек говорит, ну, прямо вот... Работать с руслом греки начал Зантьев. И именно при нем появились высотки. И когда человек говорит, что мы будем преобразовывать русло реки, да, дорогие ребята, преобразуйте, бам, пожалуйста, да, вот русло реки не трогайте, да. А то, ну, у меня такое ощущение, что вот они сейчас высотками магазинчики строить в русле реки. Ну, это... Слов нет, насколько... Вот эти слова шокируют. Я почему-то связи не уловил между туризмом и магазинчиками. То есть, туристы будут приезжать сюда, чтобы ходить в магазинчики. Ну, не знаю. Надо смотреть внимательно на этот генплан. Вот, кстати, про генплан хотел сказать. Силы добра в лице урбанистов должны следить за этим. Спасибо. Но мы на стороне зла, у нас печеньки. Генплан. Прошлый генплан принимался в Ростове. И тоже ростовская компания его разрабатывала. И он, причем, очень правился, очень весело. И, насколько я помню, там прямо обсуждалось, что даже те, кто делал этот генплан, говорили, так нельзя. Понимаете? Сейчас оказывается, что втихую генплан собирается кто-то делать. Когда это обсуждалось? Где можно увидеть, как вы собираетесь преобразовать русло реки? Будут ли общественные слушания? Кстати, я сегодня узнал про то, что завтра будут общественные слушания. Когда вы уже будете смотреть, наверное, это уже вчера будет. Только потому, что один из депутатов у себя в телеграм-канале это выложил. Когда я обращался в администрацию и говорил им, вы можете хотя бы в своем инстаграме или на своем сайте сделать нормальную вкладку, когда проходит общественное слушание? Нет, мы делаем все по закону. Мы будем на 14-й странице мелким шрифтом за два месяца публиковать информацию об общественных слушаниях. Извините за этот поток гнева в сторону администрации города. У меня есть легкие надежды на то, что там чуть-чуть поменяется что-то. Но это так. Вдруг. Вдруг. Ну, короче, пока ясно, что ничего не ясно. Да нет, ясно, что все плохо. Что ты опять вот это сглаживаешь? Не, ну почему? Подожди. Пока посмотрим. Я лично этот геймплан не видел. Что мне сейчас обсуждать то, что я не видел? Так мы его увидим вообще? Я надеюсь, что да. Ну, ты знаешь, я надеюсь, что да, и две высотки появятся опять. Понимаешь? У нас же так все бывает. У Заурбека Тукаева есть видео хорошее. Он говорит, как депутаты говорят до выборов и после. Глава он хочет, дорогие избиратели. Наша партия, это партия не уголовников и преступников, а партия, которая отвечает за свои слова. Мы призываем вас прийти на голосование и отдать свои голоса. Нам нужно вытащить республику из этой полной нищеты. Какое сельское хозяйство? Какой мелкий бизнес? Посмотрите, 80 лет людей обманывают. Отдайте свои голоса нам. У власти должны быть народные избранники, а не народные обманщики. Я молодой, неискушенный политик. Обещаю вам изменить нашу жизнь к лучшему. Я человек из спорта, умеющий ставить перед собой задачи и цели. Придите на выборы и поддержите меня. У нас нет бюджета. У нас нет прав и полномочий. У нас нет денег. У нас нет финансирования. Мы не можем вам помочь. Это не в нашей компетенции. Если кто-то на полном серьезе намерен считать, что к нему должен приезжать депутат парламента в Хазнедон, решать его проблемы с водопроводом, то он глубоко ошибается. Депутат парламента решает вопросы республиканские, а не частные. Вот вы критикуете. 10 лет предыдущая власть обворовывала людей. Давайте нам тоже поработать немного. Дайте нам бабки отбить в конце концов. Хотя говоря про депутатов Гордумы и вообще депутатов парламента, есть ошибочное мнение, что там люди гребут сумасшедшие деньги. Во-первых, люди там работают бесплатно и большая часть депутатов реально повлиять ни на что не может. Ну глобально. То есть если у вас там нет коалиции, то ты один в поле не воин. Короче, мы осуждаем. Мы требуем больше прогулочных зон и так далее. Мы требуем велодорожек, прогулочных зон. Нет, велодорожки. Почему? Ну мы просто сейчас уйдем в спор о велодорожках. Я просто не верю в эти велодорожки, честно сказать. Это, по-моему, самый сомнительный пункт во всех этих трендах а-ля Варламов. Много ты людей знаешь, что реально там... Да, в Осетии огромное количество на велосах ездят. Ну, то есть детей, подростков и так далее. Не-не, взрослых людей. Во Владикавказе может быть есть старшее поколение, кто ездит. Но в целом это не такая уж и большая прослойка людей, ради которых выделять отдельные... Не-не-не, я с тобой скажу. Создай инфраструктуру, и эти люди появятся. Понимаешь? Я считаю, что есть вещи гораздо важнее. Не, ну, я бы два велотрека, хотя бы какие-то два маршрута бы обозначил. Ну, два пусть будет. И велосипедных маршрутов бы, понимаешь? Хотя бы несколько маршрутов. Потому что у нас есть прекрасный парк Нартон. Шикарный парк. И он шикарен тем, что вот в Дендраре уже огромное количество людей. Там уже и спортплощадку сделали. Молодцы, хорошая спортплощадка. Только не надо было так близко с детской площадкой ее делать. Потому что там ребята хотят потренироваться. И как-то, ну, каша получается. А в Нартоне тихо, спокойно. И страшно. Да нет, ты что? Я там так люблю гулять в Нартоне. Ну, там. Не-не. Саросли какие-то. Ну, это же лес, понимаешь? Это должно быть место, куда человек выйдет. Аутентичное. Да. Это как этот Централ парк в Нью-Йорке. Шикарное место. Только он не Централ, да. Пожар, как? Нет, ну, в смысле, там Нартоне не Централ. А, ну, Нартоне не Централ. Не, учитывая, что у нас Владикавказская администрация до Ларса продолжается, то считаю, он Централ.